Музыка, которую можно увидеть в Ивановской государственной филармонии, прошел третий межрегиональный фестиваль жестовой песни. Свои таланты показывают дети с нарушениями слуха, учащиеся коррекционных школ. Здесь более 50 исполнителей из Иваново, Ярославля, Рязани, Нижнего Новгорода и других городов. Этот фестиваль – это огромное событие для наших воспитанников, потому что это не только возможность проявить себя, но и это большая возможность общения, общения с такими же людьми, как и они, из других регионов России, ну и, конечно, возможность показать себя всем. Смысл песен участники передают не словами, а жестами. Искусство – это по-своему захватывающее, почти волшебное. Язык жестов основан прежде всего на ассоциациях. Каждое движение у ребят отработано. Наш фестиваль посвящен году экологии. Вот один из критериев – это соответствие тематики фестиваля. Следующий критерий – это артистизм, сценичность исполнения, культура исполнения. Эти критерии, разработанные нами еще три года назад, перерабатываются в зависимости от того, какая тематика у нашего фестиваля. Кто-то из этих ребят слышит слабо, другие не слышат вовсе. От музыки они отсчитывают такты. На первый план здесь выходит умение подать себя, артистичность и эмоциональность. Оценивает ребят почетный гость фестиваля – Николай Чаушьян, заместитель президента Всероссийского общества «Глухи». Это очень важно, когда администратор обращает внимание на наших детей, инвалидов по слуху. На этом фестивале показывают все это вам и свои возможности наших детей. Номинаций здесь всего три – соло, дуэт, ансамбль. Пожалуй, последний вид выступлений наиболее интересный. Помимо песен, ребята еще и танцуют. Такие номера считаются высшим пилотажем, поскольку требуют от участников полной сосредоточенности на сцене. Мы готовились очень долго, старательно, утретно. Было тяжело, мы репетили каждый день. Песня о родном языке, на родном крае. Мы танцуем, поем, танцуем наши песни вместе, все мы чаем. Фестиваль не просто так называется песней сердца. Главное здесь не победа и даже не участие. Самое ценное, что могут получить и подарить друг другу ребята с нарушениями слуха – это мелодию своей души. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова